Добрый день, дорогие друзья! Хотим в начале зимнего сезона пояснить, что же у нас изменилось. Изменений немного в наших теплообменниках. Многие их знают, довольно надежная, как автомат Калашникова, конструкция, которая применяется уже не одной тысячи рыбаков на рыбалках. Что в этом сезоне мы сделали нового для данных теплообменников? То есть в прошлом году, кто знаком, мы запустили серию диммеров. Это диммер с дисплеем и обычный диммер для убавления оборотов. В нем встроена сигнализация для сигнализирования, когда аккумулятор у вас подзаряжается, и плата защиты от переполюсовки. Они шли раньше просто. Два провода с двух сторон без клемм. Многие обращались к нам и говорили, что как же мы будем спаивать. То есть, ну, понятно, не все знакомы с паяльником, там, с крутками. Они говорят, не можете как-то усовершенствовать. В этом году мы предлагаем в этом сезоне, то есть в стандартной комплектации теплообменник будет идти вот с таким разъемом. Вот он. Он работает, все без проблем. Допустим, на сегодняшний день вы купили просто теплообменник, потом созрели для диммера. Чтобы вам не разрезать провод, там не впаивать его. Вы просто берете, разъединяете, подсоединяете. И вот у вас цепь рабочая. Это еще для чего сделано? То есть, постоянно писали инструкцию, но не все их читают, обращают на них внимание, что, чтобы данный диммер работал, надо вот этим вот крутилкой-вертелкой, реостатиком обращать к теплообменнику. Вот этим клеммам. Но не все это соблюдали. Много очень звонков, а как подключить, что, как, чтобы исключить данную ситуацию, упростить для вас. То есть, берете, соединяете. Что еще? С этого года все абсолютно теплообменники комплектуются датчиками ЦО. Причем на цену теплообменников это никак не повлияло. То есть, цену мы оставили прежний, прошлогодний. И вот такие датчики идут в комплекте. Вам останется докупить только пальчиковые батарейки, вставить их, запустить, и все будет работать. Вот как-то так. Почему не так много изменений? В принципе, модели уже, ну, понятно, не до совершенства, но доработаны до хорошего состояния. И в этом году я уже озвучивал, мы купили станок лазерной резки. Все усилия бросили для развития новых изделий с применением данного станка. И в ближайшее время вам представим на ваш суд дровяные печи. То есть, мы проект дровяных печей развиваем. В ближайшие, прямо вот в ближайшие дни появятся печи, и это из черного металла дровяные. буквально в дальнейшем там, ну, в течение месяца появится несколько моделей нержавеющих печей. Так что мы не стоим на месте, мы развиваемся. Просто кто заходил к нам на сайт, смотрел, что гамма продукция у нас очень большая, поэтому заниматься каким-то одним направлением очень плотно мы уже не можем себе позволить. Мы развиваем все направления, но не забываем ни про одно из них. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Удачи вам, комфорта, ну и тепла на рыбалке.